После того, как объявили о частичной мобилизации, матери, отцы, жены и дети переживают разлуку с близкими. И в это время им как никогда нужна психологическая помощь и поддержка. Специально для семей военнослужащих в декабре 2022 года организовали клуб жен мобилизованных под названием «Защита тыла». Позвонили с администрации счета микрорайона и сказали, что есть такая группа. Пригласили на встречу. Вот мы встретились. Нам помогают. Сам по себе клуб был сформирован для того, чтобы показать моральную поддержку девочкам здесь, которые остались и без мужей в момент мобилизации. Поэтому, соответственно, на сегодняшний момент мы представляем их интересы в ведомствах, работаем с органами по администрации. То есть это образование, ЖКХ, основное направление, помощь семьям здесь, которые остались без мужчин. В кинотеатре «Искра» состоялась встреча клуба с представителями органов местного самоуправления, которые попытались ответить на вопросы граждан, чьи мужчины сейчас принимают участие в специальной военной операции. Хотел бы сказать слова признательности вам, дорогие жены, матери, сестры, за то, что вы, ну скажем так, с сердцем, с душой, с терпением, происходящим событием, с пониманием относитесь. Вопросы в адрес представителей местной власти были подготовлены заранее. Ответить постарались даже на самые сложные. Как и чем материально Ленинская администрация помогает семьям мобилизованных? По ведомству образования представлен ряд услуг, которые касаются исключительно детей семей мобилизованных. Право на внеочередной перевод ребенка в образовательную организацию, право на внеочередное зачисление в дошкольную образовательную организацию, освобождение от платы, взимаемые за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации. Предоставление бесплатного двухразового горячего питания, завтрак и обед обучающимся с 5 по 11 класс. На данный момент одна из основных целей – это сбор гуманитарной помощи для участников СВО. В кинотеатре «Искра» вот уже более полугода плетут маскировочные сети, изготавливают другие необходимые вещи для фронта. Вот вы видите заготовочки такие, даже и сами эти сети девочки плетут. Вот такие веши. У нас есть на шлемнике, на силке, на блиндажи покрытия. В общем, то, что в наших силах и что умеем, то мы, конечно, делаем. В клубе «Защита тыла» помогут найти решение всех вопросов и проблем. В период военных действий любая помощь будет не лишней. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.